Мы сегодня начинаем второй семестр. У нас очередная лекция по курсу эстетики. И темой наших последующих нескольких лекций, скорее всего двух, будет такое стилевое направление, как поп-арт. Мы его уже немного касались в прошлом полугодии, но делали это бегло. Через просмотр видеолекции коротенькой сестры Венди Бэкетт с моими комментариями. В общем, все это вместе занимало более 40-45 совокупностей. Теперь же мне бы хотелось остановиться на поп-арте достаточно подробно, разобрать и его собственные эстетические позиции, и его философию. И прежде всего остановиться на тех авторах, которых мы не включали в свое поле зрения. Не на такой культовой фигуре, как Энди Орхол, а скорее вопреки ему. Потому что не он является создателем направления. А самое главное, что поп-арт далеко не ограничивается территорией Соединенных Штатов. Сестра Венди Бэкетт демонстрировала поп-арт Нью-Йоркской школы. Но на самом деле и возник он как направление, и дал очень много видных представителей в Европе. Почти на 10 лет ранее, чем Соединенных Штатов. И какие я бы вопросы хотел поставить перед нами? Вопросы примерно следующие. Стоит ли за творчеством художников поп-арт какая-то идея или идеи? И можно ли эти идеи использовать на практике? И возможно самое главное, почему поп-арт возникает именно в 50-е годы? Или даже в конце социальных, начале 50-х годов 20-го столетия? Какие этому способствовали иные линии развития человеческой культуры? И как его с ними можно сопричь, сопоставить? Что есть этот период? Период после Второй мировой войны. И две фигуры, которые мы сегодня рассмотрим, будут фигуры живописцев из Великобритании. Художники, которые в полном смысле слова являются основателями поп-арта. Даже я бы сказал так. Один из них является создателем всей эстетики поп-арта, узнаваемой, которую вы знаете теперь уже по работам Реди Орхола. А другой из них вывел поп-арт на уровень востребованного стилевого направления. Подключение к интернету отсутствует. Простите. И соответственно, именно благодаря творчеству второго из них поп-арт и стал тем направлением, которое захватило не только Европу, но и Соединенные Штаты. То есть важно не только создать что-то, но и важно еще донести до критиков, донести до публики. И собственно тот, кто это сделал, тот, кто притворил поп-акт, его звали Ричард Гамильтон или Ричард Хамильтон. Как вы видите, он скончался относительно недавно, около шести лет назад. Так что мы по праву можем считать его своим современником. Но Гамильтон, еще раз подчеркну, не является создателем эстетики. Он именно создал первое культовое произведение этого направления, которое и повлияло на всю последующую судьбу этого тренда. Художник же, на чьи опыты он опирался в своем творчестве, художник, чьи коллажи произвели на Гамильтона раннего колоссальное впечатление, был тоже из Великобритании, а точнее из Шотландии. Это художник, его звали Эдуардо Паулоцци. Он тоже относительно недавнего времени в жизни. И именно этот график, скульптор, мастер коллажа исторически является первым актором в стиле поп-арк. Еще в конце 40-х годов, примерно 47-го года, он создает коллажи, используя изображения бутылок с Кока-Колой, плакатов Второй мировой войны, вывески всевозможных инстинктных журналов и так далее. То есть все его работы являются своего рода квинтэссенцией критики общества потребления. Как раз термин общества потребления даже в середине 20-го века появляется, его актором является Фром, Эльх Фром, психолог, философ. И вот творчество Паулоцци наиболее прямо, наиболее просто подходит как раз к критике общества потребления. Вот один из примеров его коллажей. Ну мы видим здесь банку, которая для творчества Энди Орхола станет одной из ключевых, банки всевозможные консервы. Вот, вывеска из журнала, тут же там Микки Маус, да, наклеен. А, то есть и масс-медиа, да, и в то же самое время журналы, эти поп-культуры, которые не столько рекламируют, что бы то ни было, сколько навязывают нам интерес к тем вещам, которые хотят продать, там, да, и обратно, да, порядок, что вы хотите что-то купить, да, и интересуетесь чем-то, а вас пытаются до всех сил заинтересовать, чтобы вы захотели что-то купить. Да, и именно опираясь на вот такого типа коллажей, коллажей, Гаммитон создает свой коллаж, который и сделал имя по парту, у него очень длинное название. Что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными? Он создает этот коллаж в 56-м году для выставки, для каталога, выставки, посвященной современной бытовой культуре, то есть культуре быта. Эта выставка называлась «Это сегодняшний день». Именно благодаря этому произведению поп-арты стал поп-артом. Заметьте, на теннисной ракетке у мужчины написано слово «поп», и с лёгкой руки критика, искусствоведа Лоренса Эллоэя направление получило название «поп-арт», то есть популярное искусство. На самом деле слово «поп» встречалось и на коллажах Паула Цинь, в частности, пример 47-го года фрагмента. Вклеенное слово «поп», где оно закрывает слово «чинь», и оно выстреливает из пистолета, но выстреливает не пули, а выстреливает пузырём жевательной резинки. Так что поп-арт в каком-то смысле действительно создаётся Паула Цинь. Впрочем, идеология, философия коллажей Паула Цинь и коллажей Хамильтона сильно отличаются. Поп-арт в виде Паула Цинь – это просто безжалостная критика обществопотребления, причём общество, которое Паула Цинь видит как механистичное. Ну вот здесь вы видите два человека, которые представлены как некая машинерия. Машинерия по переработке продуктов питания. В данном случае, рядом с этими людьми или андроидами, уж не знаю, кто это, мы видим двигатель от самолёта. Сердце уподобляется двигателю, а сами по себе люди – машина. Или вот ещё один пример коллажа, где жизнь человека сводится к статусу поездки на море, там внизу море, вверху обязательно человек этот держит машину престижную. И здесь необходимое количество ему благ. Мы видим половой орган, на который наклеена женщина, и представлены рядом продукты питания. Вот там ягода, черничный пирог, и написано «банк». Это жаргонный вариант койка. Такая, несколько даже нарочитая критика современного общества. То есть такой антижурнал. Что касательно Хаммеда, то он делает это более изощрённо, более утонченно, более изысканно. Я бы сказал, что его критический взгляд – это не критика в смысле огульного отрицания, а критика в смысле более проницательного видения. современной ситуации. Поэтому говорить о том, что Хаммельтон, так скажем, полностью является клоном Паолоции, не представляется возможным. То есть технически они близки, а философски они весьма и весьма отличны. То есть они всё-таки своим собственным обозрением художники. И любопытно то, что Паолоции на самом деле даже чуть-чуть младше Хаммельтона, а на самом деле создаётся впечатление, что между ними ровно поколение. Что Паолоции как раз старше. Потому что он подвергает критике, так скажем, общества машинерии, общества, то, что Бодельяр назовёт симулякров второго уровня, а Хаммельтон подвергает критике общества функциональное, общества симулякров третьего уровня. Более сложная система. Система, которая проявила себя только с 50-х годов. И он сразу же её подметил и сразу же приступает к её анализу. Взглянем на эту работу, на этот калаш. Калаш, ещё раз повторюсь, называется «Что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?» Что бросается в глаза на этой картине сразу же? Прежде всего, две основных детали. К одной категории нужно отнести мебель-транспортеры. То есть кресло-транспортеры и диван и кровать. Это новшество. Это новшество не просто, так скажем, мебель нового типа. Это мебель, принципиально сменившая философию быта как такового. И другими деталями здесь являются всевозможные технические новинки. Магнитофон, телевизор. В телевизоре мы видим, как женщина говорит по телефону. На столике стоит лампа. На лампе мы видим логотип, на котором написано «Форд». И здесь, на столике, у которого сидит женщина, мы видим большую консервную банку. И главным здесь достижением, наиболее современным тогда, является новый тип пылесоса. Который вырезан, очевидно, из рекламы. Это не самый пылесос. Что это все в совокупности может нам дать? И потому, что, чтобы понять, насколько вот этот интерьер отличается от интерьера привычного, который существовал в 19-м, начале 20-го века, нужно немножко обрисовать его. Чтобы вы себе представляли, что такое классический, мещанский или буржуазный интерьер. Для того, что в буржуазном доме у каждой вещи было свое место. Были две ключевые вещи в доме, на которых он держался, как на колоннах. Это кровать, которая, с одной стороны, относила к таинству брака и к детопорождению, на котором зиждется буржуазная культура, как таковая. А другой колонной является стол, обеденный стол, вокруг которого собиралась вся семья. Вся семья собиралась часто даже за чтением молитвы перед едой, типа хлеб наш насущный даже нам днесь. То есть, вот это два ключевых столпа, на котором держится буржуазный дом. Естественно, у кровати и у стола было строго определенное место. Не перетаскивали даже в течение дня и так далее. Более того, отношение к вещи было совершенно иным. Так как вещь, как правило, была старше человека. Вещь передавалась из поколения в поколение, как и дом сам по себе переходил из поколения в поколение. Это не так, как сейчас в большинстве случаев, если дому больше лет, чем нашим преподавателям, которые еще здесь многие работают, то навряд ли этот дом будет легко продать. Его продать будет сложно. Потому что, чаще считается, что дом очень быстро решает. А новым считается дом, которым 10-20 лет. То есть, вам уже больше лет, чем должно быть дом. Тогда была ситуация обратная. То есть, дом казался вечным. Потому что и дедушка здесь жил, и прадедушка здесь жил. И более того, вещи были, условно говоря, вместилищем души. Они хранили воспоминания не просто ваши о прошлом годе. Они хранили воспоминания многих поколений ваших предков. Все радикально меняется с приходом нового типа жилища. Бадриар и Хамильтон застают в 50-60-е годы, естественно, жилища вот такого типа. В современности он еще более модулировал в этом же, кстати, направлении. В чем главное отличие? Вещи перестали иметь место. Что такое диван-кровать? Ну, представьте себе, что такое диван? Ну, это там, где можно беседовать с друзьями, да? То, где принимают гостей. Вот. Ну, этот диван, не меняя свое местоположение, трансформируется в вашу кровать. А, откатной столик, да, может быть подустановлен там, где до этого вы спали. То есть вы убрали кровать, она стала диваном, и вы подкатили столик на колесиках. Получается, места нет ни у кровати, ни у дивана. Вещи лишь у леса у нас. Вообще он их уже больше не останет. У них есть функциональные взаимосвязи. То есть в таком случае, как диван, он создает одно пространство. В случае, как кровать, он создает иное пространство. Но интерес в чем? В том, что вы больше не владеете ни одним из них. Вы можете их, как оператор, лишь менять с одного на другое. Но так как они могут меняться, значит, вы не владеете ни одним из них. Это ключевое отличие быта XIX века от быта, условно говоря, современного. А в современном быту это еще усилено в большей степени появлением таких феноменов, как квартиры, в которых кухня соединена и с прихожей, и с спальней, и с гостиной. Только санузел отделен. Все остальное – это единое пространство. Единое пространство, которое, естественно, постоянно наполняется их различным функциональным смыслом. Понятно, что когда вы спите, та рядом стоящая посудомоечная машина является исключительно лишней вещью. Потому что все пространство превращается в пространство спальни. Что там делает посудомоечная машина, остается загадкой. Опять же, когда вы моете в ней посуду, то лишней становится кроватью. Это одно пространство. А это значит, что у каждой из этих вещей нет реального места. То есть, место – это не те 60 на 60 сантиметров, где эта вещь стоит. Место – это помещение. И именно на эту идею напирает Хамильтон. Здесь нет ни одной вещи из мебели, которая бы не являлась трансформированной. И столик, здесь тоже не совсем видно, есть у него колесики, если даже его нет, а он очень легкий, переносной столик. Его всегда можно отодвинуть, и понятно, что он должен отодвигаться, потому что иначе вы просто не сможете разложить этот диван в кровати. Это как раз та самая ситуация, о которой я описал. То есть, можно попить кофе и скушать консерву на том же самом месте, где вы только что спали. Это одна ситуация. Есть ситуация и совсем другая, возможно, более интересная. Здесь Хамильтон напирает на техногенность современной культуры технику, которая должна была освободить человеку его время. Например, магнитофон позволяет, во-первых, заполучить живую, по сути, музыку, не в каком-то убогом варианте, а именно с того самого какого-то концерта непосредственно к себе дома. Во-вторых, магнитофон позволяет корректно брать интервью, точно сохраняя слова того, кого мы интервьюируем. Магнитофоны стали способствовать авторам. То есть, когда автор, грубо говоря, импровизирует текст романа или научной статьи, он мог его записывать, а потом, переслушивая, нужные фрагменты выписывать в виде текста уже рукописного. Или, например, импровизатор, играть различные пьесы на рояле, а после этого оформлять их уже в композиции. То есть, магнитофон, с одной стороны, вроде как сильно облегчил жизнь многих отраслей. Я уже не буду говорить, как сильно жизнь облегчил телефон, который сейчас с ним никто не расстается просто. Главное приложение к человеку, я уже даже не знаю, что к чему прилагается, к человеку и к телефону, да, или к телефону человека. Телефон же тоже может менять своих хозяев, то есть, если мы его кому-то отдадим. В данном случае, как бы, неизвестно, кто, оказывается, к чему приложить. Не только мы можем свинеть телефон, но и телефон может свинеть хозяев. Прямо вас, слава богу, покрасить. И эксплуатировать самостоятельно. Что здесь мы видим еще? На заднем плане афиша кино. Это не просто афиша какого-то там фильма. Это афиша фильма «Певец джаза». Это первый в истории звуковой фильм. То есть, когда кино стало полноценной имитацией театра или даже условной жизни. Телевизор это донес в дома. И человек, не слазя со своего дивана, не сходя с дивана, может спокойно путешествовать по планете, может быть в курсе всех новостей, может смотреть театральные постановки или оперы, не покупая билет в оперу или в театр. Такая форма облегчения жизни, я не буду говорить, как жизнь облегчил автомобиль, допустим, или рекламируемый здесь пылесос, когда до этого в уборке крупного дома нужно было привлекать слуг. То есть, сейчас в качестве этих слуг выступает робототехника. Типа тех же моющих пылесосов, паровых швабов и тому подобной техники. И не будем забывать, там лампа сзади, то, что электричество тоже появилось в домах не так уж давно. Больше, конечно, чем век, но в девятнадцатом веке оно отсутствовало, но и пользовалось свечами. И на протяжении многих тысяч лет человек был очень сильно зависим от естественного освещения Солнца. То есть, сжечь свечи не каждый мог себе позволить, а во-вторых, освещание дает полноценного света, тогда нужно много очень свечей, чтобы было полноценное освещение. А системы современной отопления и света, по сути, нивелировали и времена года для нас, и день и ночь уже не имеют принципиального значения. По ночам города также освещены и сияют всеми красками, даже может быть ярче, чем днем. И таким образом, казалось бы, что человек добился всего, вся эта техника, вот там еще консерва, то есть можно не готовить пищу, а уже приготовленную пищу купить, и более того, она даже не будет старой, она законсервирована. А если вы ее подогреете в микроволновой печи, она будет даже теплой. То есть, получается, даже проблема с приготовлением пищи решилась. Человек, казалось бы, освободился от всех трудностей в его бытовой жизни, но освободившись от них, произошло что-то весьма и весьма впечатляющее. Человек освободился и от своей телесности, как таковой. Представьте себе следующую ситуацию. Аппараты 19 века были такие очень неуклюжие, а человек своей пластичностью заставлял их хорошо работать. Представьте себе процесс топки паровой машины. То есть, сама по себе паровая машина. Просто механика, она бездушная, бездумная, а человек, грамотно подбрасывая в нужные моменты уголь, в топку, может заставить эту машину очень гибко функционировать. Человек своей гибкостью заставлял аппарат работать так, как ему нужно. Сейчас происходит прямо противоположное. Аппараты делают все очень гибко, очень пластично. А как выглядят движения человека в буту? Ну, допустим, на кухне или просто в буту. Сейчас следите за вашими движениями. Вы просто периодически одну кнопку ткнете, другую кнопку ткнете. Вот вы включили копилатку, вот вы включили посудомоечную машину, вот вы включили стиральную машину, сушильную машину и так далее. То есть, по большому счету, человек с аппаратом применялся не сами. То есть, его действия стали отрывистые и напоминающие машину, а действия аппарата стали очень гибкие, скрипляющиеся ситуации. Так чем является такой человек? Является ли он правда хозяином этой ситуации? Нет. Он является оператором этой ситуации. Но представьте себе, что если вы уберете саму паровую машину, то человек, который кидал туда уголь, он по-прежнему будет производить вполне рациональные действия. Они не будут ничем нас смущать. Это напряжение определенной мускулатуры, когда он поднимает и бросает какой-то предмет. А вот отдельные тычки, которые производит современный человек, запуская ту или иную технику, никак действиями, которыми мы являемся хозяинами, назвать нельзя. То есть, они включены в знаковую систему этой техники. И вне этой техники являются абсурдными. Именно на это у нас указывает Хамельта. Он указывает на то, что само наше тело, которое освободилось от труда, становится знаком внутри этой системы вещей. Здесь не случайно появляются не просто тела, это тела, знаковые тела. То есть, понятно, что они почти полностью обнажены. И это тела, которые должны соответствовать, как знак, владельцу, в кавычках, владельцу этого помещения. Это мужчина с накачанной мускулатурой. Крайне маловероятно, что естественным образом накачанным. И женщина, которую, как говорят критики, была вырезана с первой в истории рекламы силиконовой крюки. В 1955 году появляется силиконовая косметология. 1956 год этот калаш. И в данном случае, получается, сам человек инкорпорирует этот пластик в свое тело, потому что тело больше ему не принадлежит. Оно является знаком внутри знаковой системы. Что же в эти 50-е годы такого еще происходит, что человек теряет самого себя неожиданно? В 50-е годы зарождается такой процесс, который получил потом название «Сусорная эволюция». Да, она вспыхнула в Америке и в Европе полновесным, полноцветным огнем в 60-е и 70-е, но зародилась она как раз в 50-е годы. Это процесс, который шел по логике раскрепощения чувственности, раскрепощения телесности. И что он дал? А дал он на самом деле весьма многое, он дал то, что человек утратил в свое тело плодостью. Если в 19-е веке малейшее прикосновение или жест какой-то, или тем более поцелуй обладали колоссальным эмоциональным и знаковым смысловым зарядом, то раскрепощение или эмансипация, что точнее, эмансипация – это освобождение бесподвижного освобождения, внешнее раскрепощение. Эмансипация телесности превратилась в полное обессмысливание телесности, в утрату нашего владения своим телом. Но приведу вам пример из области музыки, чтобы вы поняли, как это происходит. Допустим, у нас есть какие-то статусные конкурсы, конкурс Чайковского. Человек, который получает первую премию на конкурсе Чайковского, это может сильно поменять его жизнь. То есть он может попасть в концертные организации. И кто бы ни критиковал конкурс Чайковского, тем не менее, у него по-прежнему есть очень высокий статус. Почему? Потому что его победителей очень мало. А теперь представьте, что с завтрашнего дня все жители нашей планеты станут одновременно лауреатами конкурса Чайковского. Это не значит, что все будут победителем. Это значит, что победителем не будет никто. Или следующую ситуацию, которую никак не возьмут в толк многие утописты, ну, такие псевдокоммунистического разлива. А если отобрать у всех деньги и поделить их поровну, то не все будут в достатке, а денег не будет ни у кого. Потому что они не будут стоить ничего. Абсолютно. То есть, когда всего есть в равном количестве у всех, можно считать, что этого нет ни у кого. Понимаете? Потому что любая победа, а для движения нужно именно движение победы, это всегда победа над кем-то. И именно то же самое происходит и с сексуальной революцией. Раскрепощение телесности, то есть, возможно, все, и стыдиться нечего, нет никаких барьеров. Спустя 10-20 лет само тело перестает принадлежать человеку. Оно становится просто знакомым. Знаков внутри этой знаковой системы. Оно уже ничего не выражает. Потому что, чтобы что-то могло иметь ценностное измерение, оно должно быть редким. Нередкое не имеет ценности. Ценность – это то, что не дано всем сразу же. Главная же ирония этого полотна кроется в углу названия. Что делает наши дома такими разными? Уже в 50-е годы люди стали соображать, что все хотят не быть как все. И не быть как все, все хотят одинаково. В данном случае имеется радикальный парадокс, да, ножницы, между желанием и реальной формой поражения. То есть, чем больше человек стремится не быть как все, а все хотят не быть как все одинаково, тем больше он становится как все. И все возможные жесты на протяжении истории в сторону становления самим собой, что очень любят тиражировать в массовой психологии, в такой популярной психологии, всегда приводило человека к тому, что он становился более и более похож на всех. Потому что, естественно, советы всем дают одинаково. И эта работа демонстрирует действительно совершенно уникальную вещь, то, что современный мир, современные технологии позволили человеку освободиться от проблемы выживания. То есть, теперь есть свободное время, потому что не нужно тратить весь свой день на уборку, весь свой день на поездки еще в экипаже, в карете, в разные города можно просто позвонить и так далее. Но именно освободившееся время, а с другой стороны, предоставляемые колоссальные возможности, которые нам дает прогресс, свели человека к унифицированности. То есть, по сути, прогресс-то будет для другого, для прямо противоположного. То есть, если мы освобождаем время, каждый сможет заняться тем, чем захочет. То есть, все будут разные. Каждый сможет выбрать себе разное что-то. Есть там сто тысяч оттенков обоев или еще чего-нибудь. Но в итоге все эти разные дома на самом деле становятся домами одинаковыми. С одинаковыми операторами. Это уже не люди. Видите, они черно-белые. Дом цветной. Они черно-белые. А почему в цветном халате женщина с пылесосом? Да потому что она к нему прилагается. То есть, настолько, насколько мы используем эти вещи, настолько мы к ним... Они нас окрашивают своим цветом. Здесь хозяинами, естественно, являются уже вещи. Это другой сложный момент, другой сложный вопрос, в связи с которым я бы хотел поднять проблему симулятора. Тем не том, что был такой очень крупный философ, мыслитель, который, правда, чуть позже, в 60-е годы, будет детально анализировать быт, культуру быта. Причем настолько интересна его оценка, что она правомочная относительно современного с домов. То есть, вот до этого была другая эпоха. Начиная с 50-х годов, по большому счету, там добавился только интернет. Этого философа звали Жан Бадырья, и все, что я сегодня говорил, это была, так скажем, в той или иной степени моя интерпретация его книги «Система вещей». Понятно, что у него там более последовательно излагается эта информация, она более детально анализируется и доказывается. Поэтому я целую вас к этой книжке. Эта книжка действительно абсолютно уникальная. Эта книжка о философии вещей в нашем окружении. Что они значат на самом деле? От автомобиля до стирального порошка. В другой же своей работе, самой, наверное, известной своей работе «Симулякра» по симуляции, в Адырьях вводит понятие «Симулякра». Симулякра, как вы понимаете, слово «симуляция» от слова «симуляция» – это копия, подделка. Книга «Симулякра» и «Симуляция» засветилась в культовом блокбастере «Матрица», где она являлась тоже симулякром, где Нио открывает эту книгу, а она оказывается тайничком. И она является там симуляром дважды, потому что не просто книга является неким чемоданчиком, в котором можно что-то спрятать, но и страница, на которой он ее открывает, там мы видим глава о нигилизме. Глава о нигилизме в этой книге последняя. И никак на середине книги она оказаться не могла. Так что эта книга в фильме «Матрица» является симуляром дважды. И вообще, на самом деле, идея этого фильма, братья Невачевски, была во многом подчеркнута из философии Бадрияда, на что они многократно сами ссылались. Что же предлагает нам Бадрияр для анализа вещей? Он вводит три уровня симулякра, которые соотносятся с тремя эпохами. Грубо говоря, эпохой Возрождения, эпохой рынка и эпохой наших дней. Но наших дней это с 50-х годов и далее. Первый симулятор, появившийся в эпоху Возрождения, это симулятор «подделка». Причем подделка не просто подделка вещей, а копии и подделки, естественно, мир знал во все времена. Прежде всего, это подделка статуса. Наверное, все вы в школе читали такую пьесу Мольера, как «Мещанин во дворянстве». Там блистательно продемонстрирована вот эта ситуация подделки. И о том, что в средневековом обществе каждая вещь, каждая ситуация обладала иерархическим характером. Допустим, соколинная охота была статусом монаха. Никто не имел права устраивать соколинную охоту. То есть, сама соколинная охота, как феномен, отсылала к статусу. Или как изображались, допустим, церковные композиторы. Церковный композитор изображался с органами. Вне зависимости от того, писал ли он когда-нибудь для органов или не писал. То есть, это отсылка к определенной иерархии, к статусу. В эпоху Возрождения набирает активность буржуазия. Очень многие неаристократы обогатились за счет торговых операций, в том числе морских торговых операций. И благодаря деньгам, благодаря капиталу, они начинают имитировать атрибуты власти аристократии. Аристократия не может им помешать, потому что аристократии на этот момент денег уже нисколько нет. В большинстве случаев здесь есть большой денежный ресурс. То есть, получается, подделываются, конечно, вещи, имитирующие статусные вещи. Но они подделываются не в смысле того, что это было полотно великого живописца, это кто-то его скопировал. А они подделываются в смысле вышлительного использования. То есть, раньше, допустим, тот или иной знак, тот или иной символ, огромная золоченая зерва, допустим, олицетворяла собой статус аристократа, а теперь это может себе позволить и мещенину. Естественно, с первого, что он себе позволит, это именно это, то, что отсылает к статусу древнина. И в данном случае, получается, такие вещи-символы в расширительном их использовании становятся уже некими знаками просто власти. Не непосредственно родовой аристократии, а власть как таковой. Получается, вещь расширяет свое смысловое значение. В этом смысле она является подделкой. Но если совсем примитивно говорить, это примерно как золото добавить какой-то другой металл. Оно вроде как от этого золота не перестало, но пробуем, может, совсем другая. Расширительно, в расширительном виде стало применяться. Как я вам приводил пример с тем, как все сразу же станут любят от конкурса Чайковска. То есть, если это расширение довести до предела, то, по сути, этот знак перестанет сам себя означать дальше. То есть, если зеркало означало статус, но зеркало будет абсолютно у всех, то оно уже статус означать не нужно. Что же относятся к симулякрам второго порядка? Симулякры второго порядка изначально рассчитаны на массовое производство. Это конвейер. То есть, их цель не показать статус, а заработать денег на рынке. Хороший пример дают украшения, созданные Сваровски в конце 19 века. Сваровски не пытается подделывать горный хрусталь. Он впервые применяет механическую огранку, и искусственный горный хрусталь не имитирует настоящий, а он его вытесняется. Он его вытесняет, почему? Потому что по огранке он лучше, внешне он лучше, он абсолютно прозрачен, он абсолютно одинаков. Не нужно подбирать подвеску, кольцо и серьги, и сотен разных камней, вы все равно не подберете, чтобы они идеально одинаковые были. А здесь они будут идеально одинаковые. То есть, он эстетичный, и самое главное, что он несоизмеримо дешевле. Но у него нет самого понятия оригинал. Вот есть телефоны, миллионы людей пользуются телефоном такой же модель. Но есть ли у него оригинальный телефон? Нет. Все эти клоны являются эквивалентностями. То есть, даже нету того самого телефона, у него есть лишь схема, по которой он создан. Того самого телефона нет. Подлинного телефона. Как и нет подлинного автомобиля. Это все эквивалентности. Они изначально рассчитаны на массовое производство. Это симулякры совсем уного уровня. Именно критику такого общества мы видели в эколажах полоц. Механистичного конвейера. Но на самом деле, это общество, это не наше общество. Это общество 19-го, 1-го и 20-го века. С середины 20-го века появляется совсем другого плана симуляк. Симулякры третьего уровня. Но что в них особенного, что в них нового? Это симулякры, которые изначально задумываются как максимально воспроизводимые, причем воспроизводящие самое себя. Смотрите, что делает Сваровский. Сваровский все-таки берет за основу старый тип украшения. Он просто пытается придумать, как это поставить на конвейер. Но сам он же не придумал что-то совершенно другое. Это по сути просто синтезированный горный хруст. Что делают симулякры третьего уровня? Вся современная техника развивается не по принципу того, что нам бы от нее хотелось, а по принципу того, в какую сторону она развивается наиболее легко. То есть в данном случае техника диктует логику своей последующего развития, и техника же за счет масс-медиа навязывает нам, что нам этого что бы то ни стало надо. То есть не человек управляет процессом развития тех вещей, которые есть, а сами вещи посредством модулирования отличных. Есть там, допустим, стороны, в которых очень легко развить технику. Уже видна дорога на несколько десятилетий вперед. Есть стороны, в которых ее развить очень сложно. Естественно, процессы рынка идут в сторону, где это легко. То есть получается, вещи не по приоритетности для человека называются, а по логике, которая по пути наименьшего сопротивления заложена в самой вещи. В чем суть симулякор третьего уровня? Я уже говорил с вами о том, что новый дом – это дом функциональности, в отличие от дома-места 19-го столетия. Так вот, что такое функциональность? Мы часто думаем, что функциональность – это когда вещи выполняют свою функцию. Это не совсем так. Тогда можно было бы говорить о доме функции. Дом функции – это и был дом 19-го века. Вот это спальня, вот это столовая. Функциональность – это… Или полифункциональность, наверное, более корректно было бы сказать. Это когда вещь отказывается от своей основной функции, дабы быть лучше вписана в систему знака. Ну, представьте себе, допустим, такую вещь, как встраиваемый холодильник. То есть сам по себе, скорее всего, он хуже, как холодильник, чем просто холодильник. Правильно? Потому что его еще могут и разместить рядом с посудомойкой, которая греется, да? Понятно, что свою прямую функцию, то есть функцию заморозки, да, держание холода внутри себя, он будет выполнять хуже, чем обычный холодильник, почему элементарно стенки тоньше. Но он будет для многих предпочтительнее, потому что он вписывается в целостную систему. В систему, в данном случае, модульной кухни. Или какие-нибудь вещи тоже совмещающие с удовольствием. Ну, предположим же, две разных логики. Тот же самый холодильник с встроенной в нем морозильной камерой. Понятно, что и холодильник от этого менее надежный, да? И морозильная камера у него ни в какое сравнение не идет с морозильным лажением, да? Это совершенно разные вещи. Морозилка-то не верно, что может, помню, справа называться. Или там стиральная машина с функцией сушильной машины. То есть она и стирать будет хуже, и сушить она будет хуже, чем и стиральная сушильная машина. А, ну, совмещая в себе обе эти функции, она отказывается от своей основной в пользу вписывания функциональной системы. То есть когда вы стираете в ней, это одна машина. Когда вы сушите в ней, это другая. И у той и другой нет места. То, из чего я начинал. То есть вы функционально меняете пространство. А вы являетесь оператором этого пространства. Вот это то, что Бадрияк называет симулякром третьего уровня. Однако в современном нам мире появляется еще новый тип симулякра с появлением компьютеров и сети интернет. Не знаю, можно ли это отнести к симулякрам третьего уровня, или нужно там, говорит, 3+, 3+, или 4, да? Но если, напомню вам, там, первый симулякр – это подделка украшения. Да, мы могли подделать камень, который носили только короли. А второй симулякр – это синтезированные украшения. Когда мы ничего не подделываем, мы просто более красивые и дешевые украшения покупаем. И, наконец, последняя стадия в области этих самых украшений. Представьте себе что-нибудь вроде подарка в виде социальной сети ВКонтакте. Что это? То есть оно может даже как украшение выглядеть. Но оно вне системных знаков, вне поля, в которое оно вписано, то есть бинарная система, ее вообще не существует. Понимаете? Однако оно по-прежнему, с философской точки зрения, не лишено той же самой функции. Что такое украшение, как правило? Украшение преподносится в качестве дара. И здесь, пускай это может быть, там, оно 3 копейки стоит, да? А может стоить и много. Это будет зависеть от того, о чем мы говорим. То есть это не обязательно же украшение в ВКонтакте. То есть я говорю о любой мультимедийной некой форме, которое преподносится в виде дара. И этот дар имеет смысл только внутри бинарного хода. Мы упраздняем его реальность, и он исчезает, его вообще нет. Естественно, он рассчитывается на свое последующее модулированное изменение. То есть такие значки, кем являются эти подарки ВКонтакте, их по сути может воспроизводить сама система. То есть для этого уже даже не нужен человек. Понимаете? И, естественно, их стоимость, себе стоимость, стремится к нулю. То есть оно может сколько угодно стоить, да, его могут за сколько угодно продавать, однако сама его себестоимость постоянно стремится к нулю, потому что его нет просто. А так, своя функция его та же самая, что и украшение ювелирно-авторской работы, что и у Кристалловской и так далее. Вот это и есть симулятор нового уровня, симулятор цифрового кода. И именно в это пространство модулирует современный дом. Пространство цифрового кода, где человек является лишь цифровым оператором этих всех вещей. И вне этого пространства его просто не существует. Вы представьте себе, что сейчас активно развивается система вопросоответная, а по принципу тестирования, да нет. Это же есть бинарный код, это бинарная система. Так мыслит машина. Зачем человеку так мыслить? Это не то, что кто-то хочет масонский заговор, да, что все стали глупыми. Нет. Так человек находит лучший диалог с машиной. Но получается, не машина приспосабливается под человеческое мышление, а человек вписывается в мышление машины. А что это значит? Это значит, когда человек полностью будет вписан в вопросоответную систему, типа да нет, он будет так мыслить. Это значит, что весь наш окружающий мир станет миром компьютерной виртуальной реальности. Но для этого не нужно компьютерным становиться. Он сам станет цифровым. Понимаете? И этот процесс уже запущен, этот процесс необратим, это не значит, что я его критикую. Я его наблюдаю и констатирую. Понимаете? Что вернуться назад нельзя. Это еще большее симулякры, да? Миф назад не бывает. То есть те люди, которые жили в прошлом, они в прошлом не жили. Они жили в настоящем. Когда мы пытаемся это сримитировать, это еще большее симулякры. А симулякры сейчас везде. И удивительно, что симулякры, вот этот симулякры прошлого или симулякры подлинности, он действительно входит постоянно в наш дом. Посмотрите, какие сейчас модные интерьеры. Модные дома с огромными стеклянными панорамными окнами. Особенно если речь идет о доме. Не о квартире, а о доме. Что это делает? На первый взгляд кажется, что мы вписываемся в природу. Что мы ближе к природе. Но этот взгляд неверный. Потому что самое-самое изолирующее вещество, какое только можно себе представить, это стекло. Оно родное. Оно отделяет нас полностью от того, на что мы смотрим. И когда мы ставим эти панорамные окна, и из них видна природа, это не мы вписываемся в природу, а мы вписываем природу в интерьер своей квартиры, как знак природы. Это не природа, потому что мы от нее отделены. Это знак природы. И вот примерно таким же знаком постепенно становится человеком. То же самое можно сказать и о какой-нибудь траве, которая сейчас для домашнего использования. Активно используется на кухнях, даже в столешницах, активно используется для покрытия крыш, стен в своих домах. Но эта трава, уж не знаю из чего она выращена, она неубиваемая абсолютно, тоже не является нашим вхождением в природу. Видишь, в природе нет такой травы. Это попытка природу как знак интегрировать в этот дом. Для того, чтобы он обрел знак подлинности. Подлинности у него, конечно, как ни было, так и нет. Но он обретает некую знаковую подлинность. Особенно это конечно, когда люди покупают старый какой-нибудь особняк. Понятно, что жить в нем нельзя, в нем сносится абсолютно все. И оставляется там какой-нибудь дверной проем. И часть стены его еще не закладывают. Под стекло возьмут и говорят, что вот этому дому там 300 лет. Этому дому 10 лет, 2 года. И не сколько лет. Вчера он закончился. И там есть одна единственная деталь, которая якобы отсылает к некой древности. То есть само понятие древности, помните, я с чего начал, что вещь в 19 веке, она действительно древняя. Она означала по сути понятие вечность. И с поколения в поколение она передавалась. Эта вещь, она же не является таковой. Она симулирует старину. Она имитирует подлинность, дабы стать знаком старину. То есть современный мир становится постепенно миром означающим. И человек сам по себе становится знаком человека. Человек это тот, кто боролся за свое выживание. Сейчас бороться за него не нужно. Но добившись такого освобождения, человек одновременно, естественно, утратил и все, что причиталось к этой борьбе человеческой. Это значит, что он стал хуже. Просто он включился в новую систему знаков. И как у вещей, которые мы используем, нет места. Можно открыть ноутбук, можно закрыть. Так же, или как телефон комбинирует функции ноутбука и так далее, записной книжки, много еще чего, радио. Так же и у человека, у самого нет места по определению. Потому что места вообще не стало. Появляются лишь функциональные ситуации. И неудивительно, что современные дома так сильно стремятся к квартирам студии. Это квартиры, в которых интегрировано все во внутренние страны. Там ни у чего уже нет больше места. Понятно, что это не от хорошей жизни. Таких квартир становится все меньше, 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 меньше. Это совсем не какие-нибудь георгианские эпохи американские дома. Те самые дома, которые я так любил описывать Лалк в своих рассказах. Дома, которые едва ли не большую часть нашего института занимали. И в них проживало 3-4 человека, как хозяин. Ну плюс несколько слов. Современное жилье стремится к уменьшению пространства. И это пространство действительно способно уменьшиться. Потому что больше ни одна вещь в нем не занимает никакого места. Но не занимая места вещи, не оставляет места и самому человеку. Вот это наиболее важно. И если в философии Бодельяра это выражено, возможно, чуть более сложным языком, я обвел сегодня такой термин, как симуляк. Я считаю, что вы все должны его знать, потому что для нашей культуры это уже поп-термин. Тем не менее, на картине Хамильтона, как мне кажется, это значительно проще прочитать. То есть все, что я рассказывал об этом коллаже, возможно, вы бы смогли извлечь, ну, по крайней мере, больше участие самостоятельно. Здесь внимательно рассмотрели эту работу. В то время как философская работа «Система вещей», я сегодня еще вам ссылался на симуляковые симуляции и символический обмен и смерть работы Библияра, я не знаю, смогли бы вы полностью извлечь из этих работ то, что я вам сегодня в упрощенной форме рассказал. Но я очень хочу, чтобы вы научились читать такие тексты. На самом деле философские тексты, я бы даже не сказал философские. Понимаете, в философии есть классическая философия. К современной системе мышления она не имеет почти никакого отношения. Я бы сказал мыслитель, не философ. Потому что в философии у вас есть предмет истории философии, вы изучаете старинную классическую философию, доклассическую философию. И она имеет к такому типу мыслей, как Библия, Куко, самое посредованное отношение. Я бы даже не сказал, что там есть некое отношение предметственности. Есть, конечно, но оно очень тонкое. Эти работы нужно уметь читать. И нашу работу в этом семестре я решил решить следующим образом. На семинары у нас будет идти не тот же материал, который я буду давать на лекции, а отдельно статьи, не фильмы на этот раз, а статьи, которые мы будем обсуждать на семинарах. Я буду подбирать максимально короткие статьи, чтобы это не превышало 20 страниц текстов. Буду подбирать их максимально простые, чтобы начать с того, что будет вам понятно. Но если есть какая-то сложность в этих текстах, то это не сложность того, что они трудны для чтения, а сложность того, что они иные для чтения. Вы привыкли к определенному типу чтения, к нему приучают в школах, когда человек все чувствует, все переживает, потому что читает. Это определенная направленность, определенный эмоциональный импульс, который и дает интерес к чтению. Мы же не можем себя заставить читать, если нет той энергии, той силы, которая движет чтение. Сила движущая чтения классического типа – это сопереживание. Поэтому часто у многих студентов возникают проблемы в чтении учебной литературы. Я не уверен, что у кого-то нет проблем в чтении учебной литературы, потому что зачастую она может быть и хорошая, но она редко написана качественным языком. Все-таки все великие мыслители, в отличие от авторов учебников, были еще и великими все-таки литераторами. То есть это именно великая книга. Не просто совокупность умных мыслей. Это не справочная. Это именно великая книга как целая. В работах современных мыслителей очень важно научиться уловить вот этот оттенок, как направлять свое желание на чтение. Это тоже очень интересный оттенок. И когда его улавливаешь, после этого такие книги читаются, во-первых, сразу их понимаешь, а во-вторых, они читаются с таким же энтузиазмом, как читаются книги художества. Но совсем по-другому. Энтузиазм иного. Поэтому нужно тренироваться, нужно пытаться не столько даже разбираться с той терминологией, если она для вас окажется чрезмерной. Хотя попытаюсь подобрать те, где, на мой взгляд, ее фактически нет, да, терминологии специфической. Если даже для вас будет что-то это трудно, я бы хотел, чтобы вы поэкспериментировали лично для себя с неким подходом к чтению текста. Когда вы научитесь его читать, вы сможете читать такие книги в любых количествах и достаточно быстро. А это важно. Потому что одно дело то, что я вам разжую и на блюдечке положу какие-то идеи, как интерпретировать те или иные феномены современной жизни или современного искусства. А другое дело, что в вашей реальной жизни это вам навряд ли сможет именно в той форме пригодиться. То есть это понятно, что это пригодится, но это должно пригодиться в качестве отправной точки, в качестве модели, как интерпретировать тот или иной факт. Любой факт, который вас окружает, от вот этих кондоров стульев до вашей программы по специальности. И для того, чтобы вы всегда могли это делать ситуативно, вам нужно выработать именно аналогичный способ мышления. Не просто запомнить информацию. Сейчас это бессмысленно. Он у вас есть у всех. Телефон, в которых есть выход в любые словари. Естественно, там хранится больше информации, чем я могу вместить. То, что я могу сделать, чего нет в словарях, это подход, нет, ситуативный. Вот такая интерпретация данной ситуации корректна, а такая нет. Понимаете? Научить это столь же непросто, как научить правильно играть что-то по специальности. Поэтому и хорошо, что у нас занятия здесь мелкогрупповые, что вас немного, что на любые ваши вопросы я могу ответить. Или просто сам эффект присутствия не в огромном коллективе, когда 20, 30, 40, 50 человек сидит. А когда у вас сидит не больше десятка, это, на мой взгляд, замечательно. Потому что эстетика – это то, с чем вы будете сталкиваться ежедневно. Я сегодня пытался показать, что эстетика – это не только эстетика искусства. Это эстетика быта. Это эстетика всего. Потому что искусство связано с бытом так же тесно, как мы связаны с мировоззрением. Мы можем любить философию или можем не любить философию, но у нас не может не быть философия. То есть когда мы считаем, что у нас ее нет, это значит просто, что она у нас общерастостраненная. Та, которая в данный момент у всех. Вот и все. А тот человек, который говорит, что она у него есть, если она у него правда есть, это значит, что она просто без какой-то . Помог. Не быть философией не pouvez. Если у вас есть какие-то вопросы, то я могу постараться на них ответить. Либо по вот быту, да, по системе вещей Бадырияга. Кстати, рекомендую хорошую книжку. Не знаю, насколько она для вас легка для чтения. Не знаю, я просто ваш уровень, да, багажник знаний изначально. На мой взгляд, это одна из несложных вещей у Бадырияга. По крайней мере, Бадырияга удалось стать сверхизвестным автором, сверхпопулярным автором, сверхчитаемым. Либо по коллажам британского поп-арта. По Хамилтону. У Хамилтона много коллажей, просто именно этот сделал ему имя. Поэтому я разобрал только его. Полотце. Но если нет никаких вопросов, тогда до следующего раза, пока я задание вам не даю на семинар, потому что у нас будет две лекции подряд. А на семинар следующий пойдет работа. Посмотрите, если вы ее не найдете в интернете, я ее просто обстановлю. Автора зовут Олен Бадью. Олен Бадью. Это крупнейший философ в жизни живущих. Олен Бадью. Его книга называется «Инэстетика». Как эстетика, только «Ин» сначала еще добавлю. Оттуда я вам дам одну статейку на семь страничек. С этого, собственно, мы начнем семинарские занятия. В следующий раз у нас американский пол. Ладно, до следующего раза. Субтитры создавал DimaTorzok